привет это снова я узнали месяц вроде только начался у меня столько накопилось банок и они все пустые так что ну сами понимаете пустые банки началось все с вот этого head and shoulders мамин шампунь объем от самых корней я не знаю зачем она моет им голову по он совершенно бесполезная хрень ну в общем у нее также как у меня аллергичная голова и он ее не раздражает поэтому в общем почему-то все время моет голову мне он не очень закончился чудесный детячий как это правильно называется травяной сбор сладкий сон в общем это надо было добавлять в ванну ребенка чтобы она лучше засыпала но кто вы такие чтобы запрещать не само им пользоваться хорошо пахнет мятой хорошо пахнет как называется такая сиреневая лаванда лавандой и всякими разными другими вонючими травками чудесно добавлять в ванну как по взрослую так в детскую и лежать там и пованивать тихонечко рекомендую фирма aqua про нее я уже говорила где-нибудь может быть там если не забуду кима закончилась у меня чудесная банановая пенка для умывания и скорее it's skin она была вот вот так я и буду показывать она была хороша всем кроме того что не присутствовал немножко химический запах то есть вот бананами пахнет и каким-то бензином вот а еще она была очень густая мне пришлось даже разрезать упаковку вы видите чтобы оттуда достать реально я разрезала и две недели пользовалась но производители ну что это не эстетика вообще не думаете о знаменитых блогерах и эстетике их видосов этом с этим мусор видно нет и кровать не убранную на заднем фоне полмарив мягкая и свежая ежевика она не мягкая почему она мягкая мягкая и свежая серьезно мягкая и свежая ежевика откуда мы можем узнать что она мягкая в общем короче ежевика как таковая не имеет своего запаха и вкуса я не знаю или просто мне никогда не попадалась ежевика которая имеет хоть какой-то вкус и запах это просто какие-то черные мягкие с косточками штучки я не люблю ежевику запаху у нее химический вот у этого химический запах не похоже на ежевику не похоже ни на что не понравилось плюс он был непрозрачный а такой вот белый с голубизной напоминал какие-то инопланетные сопли тоже в общем не рекомендую к покупке маска елизавета гидрогелевая много раз показывала хорошая лучшая по моему ну одна из лучших гидрогелевых масок которыми я когда-либо пользовалась хорошо увлажняет хорошо питает хорошо держится на лице по форме подходит плюс мне еще вот эти вот кружочки которые можно налепить кому-нибудь еще на лоб или на нос отличная просто отличная маска пользуюсь часто невеа гель для душа гель уход увлажнений забота с ценным маслом миндаля хорошо хоть не с драгоценным маслом подсолнечника как любят это писать драгоценное масло подсолнечника кто на это ведется вообще скажите мне или редкое масло оливы оливковое подсолнечное масло ребята так вот невеа ненавижу я ненавижу марку невеа в принципе ненавижу запах марки невеа не вот этого крема из нефти сделанного в банке в синий не вот этого вообще терпеть не могу невеа ненавижу 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 невеа я кто-то подарил но должна была допользоваться потому что я очень вежливый человек ну и плюс я против выбрасывания продуктов шампунь алирана синенький нет алирана зелененький классный на котором написано перхоти но ребята ну серьезно шампунь от перхоти нет это шампунь предотвращает для кого для жирных и комбинированных волос он мне волосы пересушил я серьезно не ожидала такого эффекта от шампуня но видимо действительно работает хорошая вещь значит надо рекламировать что это отличная вещь но отличная вещь только для действительно жирных волос потому что мне он волосы пересушил у меня теперь сушеные волосы некрасивые отвратительные сушеные патлы которые сделал этот чудесный шампунь но вот у кого жирные волосы прям ребята бегите покупать немедленно крем для рук любите марсе и я всегда говорила что все крем для рук одинаковые потому что меня особого увлажнения требовалось теперь когда у меня появился ребенка я постоянно дрыбаюсь в воде и во всяких других субстанциях и после этого я мою руки мою стираю и так далее теперь я тоже продолжаю говорить что все крем для рук одинаковые только они все одинаково говняные они делают ничего вот этот крем ничегошники не сделал он не увлажнил он не пропитал он просто лежал как пленка и ничего не делал здесь написано питание для очень сухой кожи нет это не для очень сухой это я не знаю для инопланетной кожи у которой нет ни пор ни шелушинок может быть подойдет мне как женщине матери нет говорю ему нет убирайся вон проклятый ненавижу тебя закончился крем от бюджетной компании джигот корейской я его полюбила он является практически полной альтернативой крему фирмы мизон который сейчас так как доллар у нас поднялся достаточно дорогой а этот стоил там до 10 долларов в общем стоила вот эта огромная банка и он такой был как надо тягучий вот этот вот улиточный муцинл он прям тянулся создавалось полное ощущение что ты намазываешь прям сопли улитки на лицо это было потрясающе его было много здесь по моему 100 грамм до 100 грамм то есть я еще будучи в роддоме мазал им все тело потому что забыла взять собой просто какой-то крем для тела чем и для рук и для тела для всего приятно пах хорошо увлажнял был вот этот вот тягучесть в нем присутствовала прямо чудесно рекомендую к покупке фирма джигот snail repairing крем далее bio oil очень хорошая вещь действительно но он имеет сильный запах и у меня этот запах ассоциируется с пребыванием меня в роддоме я никогда в жизни больше не куплю bio oil потому что никогда в жизни больше не хочу оказаться в роддоме так мне там не понравилось при этом я рожала плак ну ладно об этом не будем об этом в разделе я жмать можете посмотреть хорошая хорошая вещь действительно очень хорошо питает увлажняет там куча всяких масел помогает от растяжек при каких-то высушенных на напрочь телах чудесная чудесная вещь очень к покупке рекомендую bio oil я бы сразу взяла большую банку это какая-то средняя по моему средний объем и стоит я думал что он стоит гораздо дороже сейчас не скажу сколько стоит но я почему-то думал что он гораздо дороже наконец-то у меня закончился сраный кирс для глаз я пользовала его с декабря месяца я ненавидела его мне очень не нравится это средство для глаз она с авокадо она бестселлер его все хвалят но мне сто процентов не подошло мне не нравилась консистенция ленировался запах она не делала ничего вообще не помогала никак не увлажняла не убирала никакие синяки не эти мешки тогда у меня особо не было синяков и мешков а теперь когда я мать и у меня и синяки и мешки такие что дай боже я могу точно сказать что средство откил с авокадо не работает по крайней мере на мне а стоит она 2000 рублей даже три вот за это вот милипидрическую баночку нет нет ни за что славьте господи что я закончила фу-фу-фу пачка салфеток здесь детские но на самом деле вообще я пользуюсь всю серию вот это кот или кота я не знаю как называется покупаю фикс прайс стоит она там 55 рублей здесь 120 салфеток потрясающая вещь очень удобно также там есть 80 салфеток антибактериальные и просто для всей семьи типа тоже 80 салфеток на 55 рублей 80 салфеток класса вообще обожаю у меня куча всегда я просто никогда не включала то что вдруг думала не пригодится а тут дай думаю покажу лучшие рецепты мира фито маска для волос от планета органика покупал ее 100 лет назад по большой скидке в официальном магазине планета органика на невском довольна она стоила там чуть 100 рублей с небольшим я так маскам отношусь я их наношу для того чтобы потом просто расчесать волосы стирать чувствую волосы только когда они влажные естественно она не делала что там защита цвета мы не знаю у меня достаточно быстро вымывается пигмент из волос поэтому его ничего не спасет поэтому претензий у меня к ней никаких за свою стоимость она вкусно пахла она нормально держала волосы в общем в порядке и все с ней было хорошо так что кто по бюджету хочет чего-то вот такая пожалуйста рекомендую к покупке закончился наконец-то у меня фейс-шоп крем для снятия макияжа хорошая большая банка стоила по моему на наши деньги рублей 400 до огромный объем сейчас скажу даже сколько здесь если найду нет не найду 150 миллилитров 150 миллилитров очень плотный крем хорошо смывал макияж я из тех средств для снятия макияжа люблю либо шсорбеты либо крем потому что масло гидрофильное оно все-таки везде выливается оставляет жирные следы а вот это самое то дешево сердито чудесно ну и корея моя любимая естественно за это я сразу добавляю плюсик эко лаборатории natural and organic крем-баттер для тела интенсивное восстановление у этого крем-баттера для тела была очень интересная консистенция он был как будто резиновый он с трудом разносился по телу здесь написано что на 99,9 процентов натуральный но я поверю на это на слово потому что я не нашла здесь состава у меня только одна претензия ребята выпить что вы эко био и боретесь вообще за природу и так далее но этот баттер был в двух огромных картонных упаковках которые нахрен были не нужны для чего зачем вы убиваете деревья и делаете из них коробки чтобы запихать туда вашу продукцию которая как бы ну в этом не нуждается совершенно так что в общем рекомендую отказаться от картона а вот это ну дешевый баттер для тела что с него взять волшебство естественно он не сделал мой любимый мужской дезодорант old spice wolf torn который пахнет жвачками очень его люблю всегда использую у меня всегда есть вот на такой синенький жвачка и чем-то сладким прям вот да от меня если пахнет то пахнет вот этим и елизавета сыворотка не не знаю как это покажется не покажется она такая прозрачная банка в общем короче эта сыворотка с ласточкиным гнездом от фирмы елизавета корейской хорошая банка я не знаю честно говоря что про нее говорить потому что она должна была просто увлажнять это как я пользуюсь увлажняющим крем увлажняющим лосьоном увлажняющий сывороткой увлажняющий эссенций увлажняющими масками увлажняющие патчами увлажняющими гидрогелевыми масками увлажняющим еще чем-то то но как бы оценить эффект вот от ее 1 я не могу но раздражение она не вызвала приятно пахло и ну и вообще очень приятно было ее наносить на лицо наверное куплю еще раз когда у меня закончится мои очень-очень бюджетные продукты о которых я расскажу чуть позже и последнее органики чем 1 и 6 нулей это миллион миллиона долларов girl питательный крем для тела органическое золотое масло жажоба и марокканское органовое масло ребята это ну слушайте если вы думаете что намазавшись кремом за 69 рублей будете выглядеть как девушка на миллион нет вы будете выглядеть как девушка за 69 рублей мне не понравилось категорически мне не понравился этот душный сладкий запах мне не понравилась консистенция мне не понравилось как он разносится по телу это размазываешь его наставлять белые следы которые никуда не деваются не впитываются то есть надо стоять ждать пока этот белый след растворится исчезет но дешево зато но смотрите здесь всего я не знаю сколько там 50 грамм продукта в общем очень мало продукта здесь 100 миллилитров и стоит он 60 или 70 или 80 но где как как где как общем до сотни но моя любимая натура сибирика за 500 миллилитров берет 200 с небольшим рублей и она шикарная просто так что в общем я не рекомендую вот именно этот продукт покупки об остальных опять же расскажу позже и еще два продукта которые не пустые банки но я их выбрасываю к сожалению вот это 5 фи патчи для глаз страшная история у меня с ними произошла я очень их берегла и добереглась до того состояния что у них закончился срок годности я этого не заметила и нанесла их на глаза и они мне на хрен так пересушили зону вокруг глаз вот здесь что у меня просто была пустыня которая трескалась у меня такого не было с детства когда я на морозе качели лизала это просто жесть я потом я не знаю не недели две наверное пыталась это вылечить еще до конца не вылечила так что пожалуйста срок годности у всех этих продуктов где-то месяц два ну может быть три не берегите а пользуйтесь потому что самое худшее что может случиться это вы просто выбросите недопользованные продукты пусть жалко а еще вы можете для пересушить себе все лицо и последнее это elf mist makeup что-то там mist and set я не знаю что он должен был делать наверное он должен был освежать лицо и закреплять макияж но может быть это я сама не права потому что он лежал у меня на солнышке но пахнет он вот если бы роботы умели срать вот так бы вот да омерзительный запах боюсь наносить его на лицо боюсь прыскать им комнату потому что незачем поэтому просто выбрасываю стоил он дешево ну жалко конечно но пользоваться этим сто процентов не буду вот в общем все больше у меня ничего не осталось вам всего хорошего пойду пожалуй беру кровать а то как-то вам вроде не видно но выглядит чудовищно пока